Не успел до конца растаять снег, как на дорогах появились мотоциклы, мопеды, скутеры и другие представители двухколесной техники. Навести порядок на дорогах и в голове водителей призвано оперативное профилактическое мероприятие «Мотостоп», а проще говоря, рейд по нарушителям правил дорожного движения с участием мототранспорта, который проводится на этой неделе. Засобка. Сельский ритм особенный. Кажется, что неспешность влияет на всё. Но тем не менее, в Читинском районе уже погибли в ДТП два водителя-мотоциклиста. Водителям без права управления транспортом положен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Отсутствие шлема – это ещё тысячи рублей. Прибавляем затраты на эвакуатор, который уже приближается к нарушителю. Перемещение и место на спецстоянке тоже оплачивает водитель транспорта. Дороговатая поездка по посёлку не находите? Как так вышло, что вы сидели за транспортом без водительских прав? Так а я не получил права, не успел. Ещё лишь. А почему сели? Деревня техника нужна. Лозить воду, то ещё и что-нибудь. Получается, приходится есть, без прав. Вот теперь что делать будете? Выкупать будем, права получать. На территории Читинского района возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта на 100%. Большую тревогу вызывает участие в дорожном движении несовершеннолетних водителей мотоциклов и мопедов. Лица указанной категории зачастую не имеют навыков управления мотоциклами и мопедами, также не знают элементарных правил дорожного движения. Неправильную позицию в этом вопросе занимают родители, которые покупают своим детям источник повышенной опасности, и тем самым подвергают их жизнь и здоровье риску. Остановку делаем. Водителю 17, пассажир совсем ребёнок. Прав на управление МОКИКом нет. Как нет ни мотошлема, ни специальной экипировки. Зато уже наступила административная ответственность. Правда, протокол сначала отправят в комиссию по делам несовершеннолетних. Однако все эти обстоятельства, кажется, не очень беспокоят несовершеннолетнего нарушителя. Главный вопрос, который его волнует, придётся ли расстаться с транспортом. Вы понимаете, что это опасно? Да, я понимаю. У вас нету также экипировки на верхней одежде. А у меня вас заберут, да? Ну? Заберут? Сейчас. Мальчик, а ты понимаешь, что въезде тоже нельзя на транспортном средстве? Моего брата и сестру прокатывали то. Вера Садулина, Анатолий Сюльнев, РТК Забайкалье.